дорогие всем привет важный прямой эфир который вы ждали вчера к сожалению вчера у меня не получилось уйти но сегодня я надеюсь что смогу поделиться с вами всей важной информации которого знали и многие из вас наверное может быть по-разному восприняли те тот пост который я выставила и скажем так машины военные которые были на фотографиях которые появляются все больше и больше источников об этом говорит но вчера я скажу все больше прояснилось уже информация в принципе была и наверное было вообще предрассудительно там делать какие-то выводы у меня в комментариях когда я еще не вышла в прямой эфир и не объяснила происходящее но да ладно что я хочу вам сказать я хочу поделиться тем что сейчас на данный момент происходит у нас сша как это связано вообще с мировой политика в целом с другими странами к чему нам готовиться и какие могут события какие сценарии могут разыгрываться дальше я не буду вас как-то пугать или как-то устрашать я постараюсь апеллировать фактами говорить те события которые происходят связывать эти цепочки между собой потому что очень пазл так сказать так сказать во многом уже сошелся и также просьба большая к вам поддержите меня пожалуйста потому что очень часто блокируются эти видео скрываются там всякие люди которые часть фарма бизнеса или системы они отправляют определенные жалобы делают какие-то провокации даже в комментариях как это было вчера но суть чем пожалуйста поделитесь этим прямым эфиром да спасибо большое вижу ваши сердечки на инстаграме я сейчас параллельно вещаюсь и на фейсбуке если бы могли поделиться с друзьями прямо сейчас этой записью и я сразу же приступаю к фактам тому что есть не хочу отнимать ваше время на может быть лишнее да хотя хотя его сейчас у вас много в период карантина но хочется чтобы вы проводили его максимально с пользой вот так о чем мы поговорим вчера я думаю во многом прояснилось потому что кто-то говорил нет нет такое не может быть вот этим машины которые там фотографии их нет у нас на улицах кто-то уходил в какую-то такую несознанку кто-то наоборот там придирался за какие-то слова что это неправильно трактуется по-разному люди реагировали на самом деле что это такое это национальная гвардия вы можете зайти в гугл прочитать национальная гвардия с сша в этом пока нет ничего страшного так как национальная гвардия обычно в период любого кризиса это было в период там урагана катрины это было в период 9-11 то есть 11 сентября когда национальная гвардия ездила по улицам городов для скажем так стабилизации обстановки в городе потому что сейчас много бизнес структуры закрыты и города какие-то части районов пустуют и в то же самое время они были направлены как там гевен нивсон официальная информация на сайтах еще несколько дней назад появилась что будут направлены для помощи фудбанком фудбанки это в принципе организации которые помогают малоимущим в данный момент люди может быть которые потеряли работу а среди них это большинство с продукцией с провизией и это и есть задача как бы это военные подразделения то есть они сформированные военными но их задача она не военная их задача помощь в период вот таких как бы кризисных ситуаций помощь населению для стабилизации обстановки в принципе не очень быстро они обучены они быстро все делают и вчера было выступление в белом доме я его прослушала я каждый стараюсь слушать выступление потому что у нас президент дональд трамп он выходит и я прям попадаю либо на трансляцию либо там через час позже смотрю и слежу за событиями сопоставляю факты и даже те фразы которые он произносит те фразы которые произносят его окружение люди в его команде и есть какие-то даже контрабер шел такие спон спорные моменты о которых я вам также скажу ну например вчера он открыто сказал что три штата на данный момент три штата это нью-йорк вашингтон и калифорния были обращения от губернаторов от нашего губернатора штата рогеевна нивсона чтобы активизировать федеральную национальную гвардию которая кстати будет проплачиваться не штатом федеральным правительством для помощи почему потому что в этих штатах больше всего случаев коронавируса больше всего заболевших больше всего там определившихся выявленных случаев коронавируса также в этих штатах конечно стратегически важные штаты так как в этих штатах находятся города миллионники такие как лос-анджелес сан-франциско нью-йорк и поэтому нужно максимально держать обстановку балансе да конечно есть много таких как нестыковок например когда говорят что как же они сказали что как же скажу вам это слово точно хочу посмотреть когда ты выбираешь в принципе буквально секунду формулировка такая но вы поняли что допустим какие организации например сейчас могут быть открыты и они относятся к фактически к возможным открытым да это так 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 сейчас скажу вам essentials да вот essentials забыла забыла просто слово вылетела из головы то есть essentials это у нас сейчас на данный момент то есть бизнес который относится к essentials это госпитали это магазины продовольственные это какие-то государственные структуры которые могут официально оставаться открытыми люди работают люди находятся в них вот я только недавно разговаривала моя однокурсница она сотрудник магазина таргет то им уже начали в таргете выдавать разрешение если вдруг их остановят в городе и вдруг что-то спросят в сакраменто хотя наш город еще stay home notice есть мы должны оставаться в домах но он не закрыт то есть границы города не закрыты и нет может быть такого жесткого карантина или строгих правил как это в сан-франциско том же но уже начали им выдавать вот такие разрешения в то же самое время amazon набирает еще больше сотрудников на работу потому что он не успевает просто обрабатывать все те огромное количество заказов которые люди делают на амазоне и так как это онлайн shopping очень неудобно в данный момент но меня удивило что в эсеншелс например в лос-анджелесе казалось бы госпиталь бизнес должен быть весь открыт люди потеряли работу они сидят дома и некоторые не знают чем прокормить свою свою семью хотя правительство и президент пообещала помочь малому бизнесу различные фонды открываются и что в течение 80 недель мы получим определенную помощь если не ошибаюсь там на семью идет у кого меньше 75 тысяч доход или 100 тысяч доход то 2400 долларов там 1200 если один человек за каждого ребенка по 500 но там я уже не помню точно суммы градации но эта информация есть в открытом доступе можно посмотреть но суть в чем что к сэшелс бизнес в какой-то мере тут ни с того ни с сего отнесли магазин с марихуаной в лос-анджелесе то есть это прям большое средство необходимости которое ну прям нужно жителям лос-анджелеса чтобы выжить в период пандемии да то есть очень много странностей которые просто не совпадают и и не укладываются в голову то есть проще население как-то одурманить притравить пусть курнут и как говорится здравый рассудок покинет их в этом за в это все время мы будем делать то что входит в наши планы и заниматься той ажендой которую мы хотим ну да ладно об этом у история умалчивает какие еще у меня были наблюдения да например обратите внимание в китае вот кто-то пишет да демократы зарубили билл помощь семьям вау неужели это так надо посмотреть проверить информацию потому что буквально вот позавчерашнем эфире еще трамп об этом говорил но что происходит дальше что происходит дальше вообще на мировой арене во первых позавчера трамп сказал еще кто посмотрел обязательно посмотрите этот эфир с белого дома президента из его команды которые выходят и оповещают что происходит в стране какие-то новые правила и он сказал такую фразу что до него дошла информация что такое простое вещество как хлорохин это какое-то антималерийное средство но вообще на самом деле копеечное что она может помогать и излечивать людей от коронавируса в ту же секунду просто на него журналисты там cnn начали его там я не знаю такими дискредитировать его так что он вообще не сведущая что он несет его соратники тут по площадке по подиуму не знали как вырулить они такие ну ну как бы это надо еще проверить тут и вирусологи доктор все начали высказать надо еще проверить мы еще не знаем надо тестить смотреть но я конечно поняла что люди там расстроились потому что если действительно какое-то такое средство там антималерийное или как элементарно много вы если посмотрите видео есть иммунологов вирусологов которые выходят прямой эфир и они рассказывают конкретно как поднимать иммунитет и как сохранить свое здоровье защитить себя какими-то элементарными средствами там не знаю промывания носа тоже пересек водорода да там доктора это реально люди там образованные в этой сфере сведущие они говорят простые советы как обезопасить себя ты конечно не стопроцентно то что ты на сто процентов защитишь себя но не хочу вдаваться в эти моменты но как просто вообще все зашевелилась новости трамп быстро там посадил на место cnn-щиков и сказал слушай там я не помню как его звали этого я тебя уже давно знаю там сэм допустим я тебя уже давно знаю я знаю что ты не очень хороший журналист и ты просто сейчас дискредитируешь все что делает сша и ты просто вводишь смуту он просто таки его конкретно убрал и потом на своем твиттере на своем фейсбуке буквально вот вчера по моему появился пост как раз что он сказал что много там миссия нету да и беси включает что все эти в новости что это просто фейк сми которые распространяют лживую лживую информацию о сми вот кстати мне четвери напишет фарфинус поле хватит воспользоваться уже 25 лет для укрепления мунтет вот но да дальше что еще произошло но в то же самое время вроде как бы тут трамп как бы сдал ту информацию которую не нужен был сдал сказал можно списать там его несведущесть в этих вопросах по-разному можно отреагировать но как ведет себя команда трампа тоже неоднозначно если смотреть например они то они говорили что вот они называют этот чайна там вирус да даже трамп часто применяют и они говорят что вот это все оттуда прошло это все как бы из там чуть ли иногда проскальзывают такие вот понятия как там задумки там россии или задумки китая или как бы врагов которые сейчас выступают против сша поэтому я думаю что введение национальной гвардии правильную формулировку мы пройдем поймем ее когда мы поймем как она будет использована если на данный момент она действительно используется как по назначению помощи населению но в то же самое время я думаю что мне очень много моих подписчиков и на инстаграме на фейсбуке на ютюбе высылают ссылки что тоже идут везде эшелоны там военные территории там обычные самолеты перестают летать перестают летать военные конечно ситуация вообще во всем мире на самом деле как бы накаляется в этом плане потому что каждый пытается в этой огромной большой дележки обезопасить свои территории обезопасить свою страну и конечно же понять вообще что происходит и как-то стабилизировать обстановку в стране вот ну конечно же трамп тоже высказывался уже что есть люди в его окружении там один из сенаторов назвал фамилию который заболел сейчас мне пришла информация что вроде как даже меркель она пришла к доктору своему делать какую-то очередную прививку и оказалось что он позитивно коронавирус позитивный то пока никакие новости про нее не сообщают то есть много много разной информации гуляет сми я вам просто говорю это как достоверные факты которые есть что касательно того же президента но и в то же самое время вот я привела пример вам как они говорят что вот этом проделки других стран а потом говорят что вот те страны ложные новости распространяют у нас как будто бы у нас все не серьезно но у нас все очень серьезно то есть такие видите такие как бы нестыковочки наблюдаются откровенно говоря не сходится информация то есть вроде как обвинение стран что это провокация от них идет но с другой стороны странно что они недооценивают нашу обстановку ну идем дальше что вообще происходит вы сейчас поймете что происходит с нашими школами я даже дальше расскажу вам реальные факты почему закрыли школы почему закрыли церкви значит если смотреть на обстановочку которая продолжается то есть тот же трамп он вот со сцены кто там не верил очень много вы откройте айди твони твони откройте просто даже в википедии элементарно кто не может там на английском например прочесть в оригинале откройте айди 2020 и вы найдете википедии на русском языке там будут перечислены спонсора этого айди 2020 в которые включает microsoft и также трамп буквально позавчера со сцены сказал спасибо огромное там в разработке вакцины так как в этом участвуют и microsoft и nasa и google то есть все наши всемирные спасители мира которые должны нас спасти в то же самое время билл гейтс оставляет google для всемирного спасения и не раз он своих эфира ой извиняюсь microsoft оставляет microsoft для спасения всех наций такой благодетель добряк но не один раз он в эфирах говорил что это я уже повторяюсь и что он работает над сокращением принципе вакцина сделать свою работу по сокращению наций в других эфирах он говорил что он очень круто подзаработал на после того как запустил проект в принципе и стал участвовать там в разработках в вакцины спонсирование этого проекта в то это уж очень серьезно подняло его капитал такие фразы пролетали потом обратите внимание тут на нетфликсе не так давно выходит фильм пандемия который он все время предупреждал до которая в принципе проигрывает тот же сценарий и если мы посмотрим на китай что еще не сходится что например там в италии это все разгорается то есть цифры огромные зараженных и умерших в сша тоже самое национальная гвардия в заезжает в три штата что будет дальше они каждый день нас оповещают а китай оповещает что у него больше все нет зараженных мы побороли коронавирус все круто все замечательно я только сегодня говорила с одним тоже человеком который находится в китае занимается там amazon бизнесом он вообще сам с лондона и он так и сказал год у нас ситуация нормализуется все как пандемия сходит фактически на нет то есть тоже такие очень странные нестыковки если смотреть на хронологию событий в китае то мы тоже должны сходить на нет но с другой стороны и то есть я конечно не верю в эти все вот факты что там это как-то там связано с летучими мышами или там еще с чем-то потому что однозначно уже люди сведущие люди грамотные вообще в чем мне нравится на самом деле блогеры потому что как кто-то говорит вот там эти блогеры распространять информацию ну что первых в отличие от журналиста телевизионщика то есть блогер не спонсируется каналом каким-то телеканалом конечно хотя есть соблазны у всех в разных блогерских площадках например там белоруссии и молдове блогерам конкретно заказали рекламу по рекламе рекламировать вакцины за дорого то здесь тоже надо перебирать и смотреть где как говорится зеленый доллар доллар что спонсируют и откуда и куда он идет но но нужно очень быть осторожным чем не нравится блогер потому что они общаются у них есть выходы на разные источники например за это время я говорила и с адвокатами с амунологами и с карантин щиками и с микробиологами то есть у тебя есть возможность общаться как бы онлайн переписываться задавать какие-то вопросы анализировать смотреть с политиками то есть ты собираешь какую-то как у тебя как пазл собирается какой-то полной картины происходящего вообще в мире и ты понимаешь что чего идет и к чему придет ну так вот вот это айди твони твони какая приходит информация если смотреть то есть конечно же если мы посмотрим насколько как бы это все выгодно было китаю то есть китай вообще подготовился к войне нового поколения то есть там когда в штыки была воспринята моя фраза там насчет биологического оружия то я кстати еще больше как бы уверяю что такие тестовый режим возможно мог проходить то есть они провели такие учения показали вообще влияние китая что может быть они провели перепись населения они контроль ужесточили контроль социальных медиа они научили вообще страну как следить за гигиеной я думаю что вы видели уже такие посты которые встречаются описывают все плюсы также они показали вообще как весь мир зависит от китая от его поставок заморозили какие-то производственные процессы и массово вообще оперативно автоматическую систему доставки товаров сделали отработали вообще такой своего рода электронный концлагерь когда люди сканируются определяются нахождение местонахождение по телефону и там запустили систему дронов то есть когда я помню еще несколько лет назад как минимум заговорилась заявляла что на 2022-2026 год если бизнес не перейдет онлайн будет out of business кто-то мне горел я на чем ты говоришь я вот у меня там какой-то магазинчик не вообще не нужна онлайн реклама я здесь прихожу я там местные local зачем вообще что-то переводить да то сейчас это рассматривается по другому потому что я уверена что на этих конференциях что-то дознали что-то понимали какие обстановки могут быть то есть плюс тот же например сейчас я не удивлюсь если скоро просачивается информация что-то срочно отказываться от бумажных реальных денег потому что они разночники всех за раз и нужно переходить на электронные деньги и здесь прям вовремя там билл гейтс со всеми его соратниками и мировым правительством который скажет что вот у нас там все айди мировое которое будет тебя там контролировать твои передвижения твои путешествия и давайте посмотрим на ситуацию в италии вообще возьмем северные регионы италии которые подвержены наиболее всего и в которых наибольшее количество случаев что произошло я вам выставлю две ссылки они на итальянском языке но вы сможете через google переводчик выставить у меня сейчас вот на самом передо мной где-то около 15 ссылок я правда не написала комментарий что к чему я просто вам пока выставлю ссылки в комментариях а потом может быть еще один пост делаю я добавлю может быть кратко что о чем потому что на английском на итальянском будет разные ресурсы несколько лет на протяжении нескольких лет это мне информация пришла с италии я уже не раз видел ее подтверждение на разных источниках что они проводили среди стариков бюджетную вакцинацию то есть против флу против гриппа они вакцинировали старшее население и детей которые этом старше 6 месяцев и также взрослых у которых есть какие-то хронические заболевания то есть в основном это как раз таки тот сегмент людей которые и там старшие люди старшее население и хронические заболевания тот сегмент который пострадал от коронавируса то есть уже не секрет многие уже люди прокомментировали которые сведущие там вирусологи иммунологи которые уверены что этот вирус он лабораторный разработан в лаборатории и поэтому он так мутирует потому что как бы это уже то что который в италии тот который у нас это уже там другие формы потому что именно так вирус может мутировать и более того что они говорят что вообще как бы сама по себе вот вакцина как там вышла информация что через три часа лакарифорнийской лаборатории разработала уже вакцину и сейчас все пытаются взять ее патент хотя уже наверное уже все пакеты давно поделены и все там паи между собой не разделили то она не будет содержать мертвых или живых частиц вируса она будет гемодифицированной да и сложно представить вообще какие будут последствия такой неживой вакцины и что вообще могут там быть я уже разговаривала с иммунологами и вакцинологами людьми так переписывалась и я говорю теоретически можно ли в такую как бы смесь внедрить там чип или какую-то там систему контроля это айди 20 20 не в принципе теоретически все возможно потому что как бы состав остается в принципе нам никто особо там его разглашать не будем как мы видели в калифорнии то есть все что происходило в калифорнии она еще больше приобретает смысл и оживает потому что все что мы твердили целый год даже ну по крайней мере я последний год а здравые думающие люди уже об этом твердят 3 5 и 10 лет которые призывали там против сексуального возвращения образования против принудительной вакцинации когда откуда ни возьмись в конце прошлого года у нас появляется закон о принудительной вакцинации во время эпидемии никакой эпидемии еще не было вообще ничего не было но просто он появился что право на при вакцинацию every living body потом появляется закон про контроль информации в социальных сми это тоже конец прошлого года одни один из сенатор его продвигал что как бы если информация не соответствует там сайту cdc то она считается неправдива и вот как сейчас мне уже сколько ссылок прислали там высылают выставляют обычные картинки и говорят эта информация может быть ложная там фейк хоть то есть получается у нас уже вот эти вот государственные системы уже ближе начинает сходиться и быть похожи на северные на северную корею где у них там сколько людей которые заболели заразились их просто расстреливают а у них официальные сколько восемь или десять сайтов которые одобрены государством а других просто него не бывает и что происходит за железным забором это не не ваше как говорится дело сидите тихонечко и молчите фарма бизнес он конечно процветает все сейчас идет к тому и вообще что вот эта манипуляция таким массовым сознанием то есть я не говорю что этого вируса что коронавируса не существует потому что я думаю что он существует и он действительно лабораторный и то есть люди им заражаются какими-то но хотя разные мнения есть вот один из врачей я видела эфир по моему с израиля он сказал такой комментарий что вообще на самом деле коронавирус может быть уже во все во всех нас есть если нас правильно протестировать может быть мы найдемся найдем там будем позитивными на этот но вопрос что его активирует то есть даже разговаривая с нашими медицинскими сотрудниками медсестрами госпиталей различных здесь сакраменто они говорят лена участились случаи сердечных приступов и любых вот таких заболеваний то есть как они определяют вот мне интересно смертность то есть от коронавируса человек умер либо он умер из сердечного приступа то есть какой-то патологии либо там не знаю страха от коронавируса здесь тоже очень много вопросов как активировать это в нас и будет ли это как-то связано с чипированиями принудительной вакцинацией но наверное самая информация которая сейчас я хочу с вами поделиться и у меня прям пазл сошелся рассказываю что произошло несколько месяцев назад несколько месяцев назад мне раздался звонок от одного родителя как говорится не безразличного родителя который по совместительству человек который достаточно хорошо образован у него есть здесь американское образование в определенном государственной структуре и сфере и он сказал лена здесь в одной из школе очень известные чартерной школе у них 5g установлена по моему от вырайзена если я не ошибаюсь или спринт вышка на неблагоприятном расстоянии от детей и есть уже положительный случай как мы разговаривали с лоерами то есть я связался с лоерами с другой каунте где родители подписали петиции вышли против этого всего и эту вышку обязаны были передвинуть я не помню какие расстояния положены и какие должны быть и и должны были передвинуть эту вышку вот и мы хотим также такое же сделать можешь ли ты потому что мы знаем что тебя достаточно такие активные эфиры активная аудитория просто помочь распространить эту информацию начала узнавать игру если действительно это такая проблема я хочу узнать больше дай мне телефоны этих людей инженеров там биологов которые задействуют американские биологи инженеры там микробиологи которые следуют от вопроса которые выступают против и рассказывают там связь раковых заболеваний с опять же вышками я просто боюсь что наши дети каждый день приходя в эту известную чартерную школу заражаются и просто вернее заражаются имеется ввиду облучаются такую дозу получают этого облучения нереально тогда для меня это все звучало ну во первых может потому что у меня еще дети в школу не ходят потому что многие процессы для меня конечно стали обретать другой смысл когда появились дети когда ты понимаешь насколько все знаете как за себя не так наверно страшнее как за твоих детей и он говорит пожалуйста помоги я говорю слушай если действительно это так я помогу давай мне вот этих как-то людей изучи пожалуйста это вопрос какие расстояния какие компании это ставят потому что это не школа установила это установила в принципе школа там арендовала территорию а это установила уже там компанию я не могу вспомнить сейчас выразен или спринт но неважно и те и те устанавливают сейчас 5g вышки 5g и тут сейчас представьте школы закрыли в калифорнии что происходит на бэкграунте и действительно уже были судебные процессы когда выигрывали и доказывали опасность огромная на детей это американцы открывали кейсы и выиграли по в place account и было вот я не помню какой именно калате но суть в том что я хочу тоже связаться с этим человеком узнать дальше как идет процесс и что происходит и тут появляется информация вот вчера буквально роберт джуниор кеннеди это племянник президента кеннеди такой же также активист человек который освещает все эти вопросы сказал что ньюфсон сделал ордер на варилась инсталляция то есть на инсталляцию вот того что идет под эти вышки мне не безразличные родители активные там люди блогеры начали высылать с разных штатов сша как стоят крытые машины возле школ начали высылать как на крышах школ появились какие-то антенны то есть очень очень много всего поэтому дорогие мои пока мы сейчас разбираемся сколько и кому хватит туалетной бумаги в школе ой извиняюсь сколько кому хватит туалетной бумаги и разбираемся где купить какую тушенку или консерву на фоне происходит совершенно другие события во первых политический дележ вообще там по и делится разделяется в таком формате да кому что кто мировое влияние на мировой арене здесь еще непонятно вообще кто какую займет функцию в этом всем глобальном для кого-то может быть сейчас будет эта фраза звучать радикально но я ее произнесу потому что уже кажется что наверное для кого-то и такой к такому выводу придете что путин не самое большое зло как могло произойти сейчас не комментирую ситуацию происходящую там с отчуждением чужой территории и так далее да вот хотя есть какая какой-то определенный на счет я больше сейчас показываю наверное будет понятно какую роль здесь играет трамп кто из его команды я не знаю играет на два лагеря то есть ведет двойную такую игру какую позицию там займет путин и там и все 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 вот эти мировые гиганты я думаю что спустя время мы посмотрим кто в этом всем участвует кто может быть защищенщик заказчик но хотя это не так важно я думаю что там причастны каким-то образом все и опять же между ними идет какая-то дележка распределение территории ну вот и в китае прошла эта информация принудительная вакцинация прошла в тех регионах в китае вот в ухане которые заражены там тоже была вот вакцинация от определенный там и малярии или гриппа то же самое вот эти все регионы которые подвержены в них уже было я вам просто говорю факты связывать эти между событиями между собой или нет это вам решать и вот сейчас также роберт кеннеди он объявил что получается ньюсом 19 марта он сделал анонсмент вот объявил об этом плане варлась инфраструктур на территории школ представьте на территории школ где дети вообще с слабым эти прескулеры маленькие со слабым иммунитетом которые еще только формируются это просто уму непостижимо и также вот сейчас children house defense вместе с модерс с мамами across america две организации которые сейчас от просто запускают огромный кампейн project чтобы донести чтобы собрать птицы чтобы остановить эти проекты и уберечь защитить детей здоровье детей от всего происходящего я не знаю как это связано или как будет ли это связано там с чипирование потому что мне уже про спрашивают и задают такие вопросы лена не думаешь ли ты что вот сейчас вакцину в нас там видео ведут какой-то непонятный коктейль и фактически начат всех запугали промыли мозг этой опасностью которая части есть но как элан масс говорит вчера буквально прочитала его пост на социальных сетях он год вероятность заразиться коронавирусом примерно как ты будешь ехать домой в машине и разобьешься в автомобильной катастрофе хотя такие случаи тоже есть то есть я не исключаю то есть есть в окружении мы уже видим у меня даже на социальных сетях появляются просто люди которые там заразились или как-то болеют вопрос насколько как же этот психолог тоже мне очень нравится за психологом одним слежу и он ну как бы объясняет уже эти процессы фамилию забыла я вам выставлю на инстаграме я смотрю и он тоже объясняет что в принципе вот только недавно переболел сильной гриппом еле вышел то есть от гриппа он говорит как бы надо то что надо меры предосторожности соблюдать и я тоже за это я обрабатываю руки санитайзером я мою их там как надо детям всем мою там стараюсь дезинфицировать вчера на амазоне заказала лампу давно мне советовали грамотные люди заказать эту лампу когда дети еще родились это в стиле озоновая лампа или знаете как было когда-то ты приходишь больницу еще там кто странный выехал там или вы сейчас знаете написано кабинет закрыт на кварцевание это примерно то же самое то есть она намного эффективнее чем вытирать там салфетками и там клораксом или поверхности то есть и ставишь этом на 15-20 минут и я нам зоне нашла классно там почитала по рекомендациям поделилась даже на инстаграме смотрю мне все благодарят тоже заказывают не скажу что прям это там поможет как-то от коронавируса но я думаю что уменьшить количество там всяких лишних микробов находящихся у тебя в доме почему бы и нет я думаю что это полезная вещь и вообще вот что-то какие-то такие методы предосторожности какие-то доктора записывают видео не там рекомендуют там мылом хозяйственным или какой-то чем вонючий мыло там промывать ноздри промывать нос то есть разная информация я думаю что это нормальные разумные логичные средства гигиены и защиты своего организма именно в этот период времени когда нужно но я думаю что нужно также подумать об укреплении иммунитета сейчас уже с китая пришла информация что витамин c хорошо действует против этого укрепляет иммунитет другие говорят что по на релизу витамином c надо еще цинка обязательно до закисляться надо там чуть уксуса или лимонного сока стараюсь много воды с лимоном пить прям пол лимона выжимаю купаетесь как приходите из дома с улицы там снимаете оставляете где-то где возможно в другом помещении одежду свою и принимайте душ прям сразу до чистите метальные поверхности потому что все поверхности металла они в основном 9 дней там содержится эта бактерия до вирус держится но вот такие вот элементарные какие-то вещи я считаю что это важно это здравый смысл это здравый рассудок но отвергать происходящее и как у меня спросили люди может ли раз быть связано с цепи с чипированием я не знаю честно пока я не знаю я исследую но все может быть конечно же какую угодно бурду тебе могут там ввести если там это будет наличие чипа это наличие чипа может быть активироваться тем же тем же 5g или тем же 6g то есть возможно все возможно но я хотела бы вам сейчас сказать о другом то есть я привела как бы достаточной информации которую я исследовала которую я смотрю изучаю я бы хотела сказать что вообще есть такое местописание в оси написано в 4 главе 6 стихе и стремлен на будет народ мой за недостатком видения потому что мы им видение это знание это информация я считаю что мы должны исследовать информацию мы должны смотреть информацию мы должны анализировать мы люди разумные потому что кто-то уходит в какую-то несознанку но не должно быть страха я вас прошу пожалуйста я вас просто умоляю я это вам сказал чтобы вас не напугать я вам эту всю информацию сказала тем более потому что я наверно больше успокоил этом с национальной гвардии почему она присутствует да я больше вам сказал эту всю информацию чтобы вы были люди разумными чтобы вы перебирали сейчас информацию потому что буквально вчера там все церкви пошли в лайф и многие да и я смотрю там какой-то пасторы говорит такую информацию этому серьезно и он сказал так что у я даже не знаю как там так красиво это обыграл что вот даже как бы мартин лютер кинге надо было бы ему там сражаться за свободу темнокожего населения или может быть это была не его миссия это звучало так странно потому что бог всегда своих людей отправлял на спасение человечества то есть не надо быть такими эгоистами и думать что наша миссия только вот служить тем которые возле нас и которые на разделяют наши веры мне очень нравится сейчас люди которые максимально используют это время кто-то пишет на фейсбуке швеи они шьют маски если человеку для его даже спокойствие нужна маска почему бы и нет почему бы не благословить я вообще предлагаю то есть разная информация поступает по госпиталям даже национальная гвардия она сейчас приехала приезжать в эти штаты чтобы отстраивать facilities как они говорят для для коронавирусных там например тот же кайзер сообщают информацию оттуда что там есть люди в отделениях и не уже начали коронавирусных располагать в палаты которые него не вентилируют видны вентилируются с общей вентиляции что что тоже очень странно да почему с общей вентиляции когда палаты должны быть закрыты другой госпиталь там мерсидаун даунтаун наоборот они распустили всех больных то есть по домам сотрудники сейчас уже половину состава там 32 ли сколько должно быть там медсестер сейчас 16 там то есть они может быть они готовятся в принципе этом принимать коронавирусных больниц но сейчас например все здания церквей пустуют и моя такая мысль мэтка идея а почему бы не использовать здание церквей под вот такие мобильные клиники до проводите трансляцию онлайн классно собирайтесь домашними группами онлайн давайте будем светом в этом мире в период пандемии не просто за зациклимся на себе вот мы например же создали я совершила создать такую группу славик сакраменто вану 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 ван это бейсик это начало как бы всего основы и это группа взаимопомощи в период пандемии полезная информация там по помощи как по адаптации продуктам по всему мы выставляем сегодня буквально сразу же подключились люди там настя пола подключилась она открыла под одним брендом мы вместе славик славик оранж каунти вану ван сегодня позвонила тоже одна моя замечательная студентка людмила она открыла мы открыли вместе группу славик атланта вану ван славик юсэй вану ван есть да и мы просто помогаем людям то есть полезной информации какими-то советами и стараемся выставлять какую-то достоверную информацию происходящего чтобы люди не переживали что есть где что найти что купить как заказать или кому нужна помощь поэтому будьте каким-то ответом сейчас на нужду используйте это время продуктивно серьезно постарайтесь максимум проводить времени своей семьей то есть уберите чтобы у вас не было никакого страха вы знаете мне нравится вот буквально только вчера перечитывала библию и в матфея 24 главе 32 стихе написано что ну как было во дни ноя но так и будет в происшествие сына человеческого и как во все дни перед потопом ели пили женились выходили замуж до того дня как вошел но и в ковчеге не думали пока не пришел потоп и не стебела все то есть жизнь будет происходить вся жизнь будет происходить но какую роль в этой жизни будешь занимать ты это уже другой вопрос и мы как люди верующие как люди знающие что что происходит, и как люди, знающие немного больше и понимающие, исчисляющие лета, исследующие описания, мы понимаем. Поэтому мы не должны внушать страх, но у нас в то же самое время мы не должны уходить в какую-то несознанку. «О, я ничего не знаю, надо только молиться, и всё». Нет, мы должны анализировать события, мы должны происходить, мы не можем знать на 100% происходящего, но, по крайней мере, логика какая-то прослеживается, какая-то связь во всём этом есть. Поэтому я вас призываю быть активными в этот период времени, использовать время с пользой. Плюс ещё, что я хочу сказать, обратите внимание, кого вы сейчас слушаете. Серьёзно, столько ложной информации в сети, столько людей пытаются дискредитировать других людей. Даже смотрю в комментариях у себя, то есть ты видишь конкретно там, кто спонсируется фармобизнесом, кто боится потерять работу и находится в этих структурах, они начинают как-то там где-то, вот, и говорить, вот, информация там вся касательно секс-эдюкейшн и вакцинации, это недостоверная информация, всё. Но, понятно делом, что если люди как бы пропитаны вот этой системой развращения, если у них развращенное сознание и мозг, они, конечно же, будут не соглашаться, они, конечно же, будут дискредитировать, что-то говорить. И также я вот смотрю, что есть такая, своего рода такая элита, которая приехала, светская элита, они считают себя умнее всех, они считают себя, что самые правильные, а вы там забитые фанатики христиане, религиозные, безмозглые, вы не умеете думать, они вешают ярлыки, пытаются как-то тебя дискредитировать на всяких уровнях. Но, что я обратила внимание, что эти люди идут против себя, против своих детей. То есть им проще принять развращенную там систему секс-эдюкейшн, пустить туда своих детей, потерять там своих детей, чем признать, что эти религиозные, тупые фанатики, протестанты могут что-то дельное говорить. Поэтому тоже не надо обращать внимания, надо ни в коем случае обижаться, нужно читать Библию, нужно благословлять, нужно быть светом в этот период времени и использовать это время продуктивно и максимум эффективно. Ещё, вы помните, я думаю, что вы смотрели, почему я не была, скажем так, компетентна, как писали на форуме в Риге. Потому что я, конечно, опешила той информацией, которая была, то есть информацией даже медицинских сотрудников, которые странно себя вели. То есть в то же самое время это та страна, в которой как бы разрешают там собираться, какие-то крусейды проводить, Голландия, там где Всемирно-Гаагский суд. Такие фразы как бы звучали от одного из участников, докторов, что ну что эти люди там свои 80 думают, они уже пришли там в конце концов умирать, и они хотят сохранить свои жизни. То есть такое пренебрежение какое-то старшему поколению, что меня тоже выбило. Потом второй момент, это то, что люди, которые хотят грешить, они будут грешить, и ничего им не сделаешь. Это да, это та, хотят грешить, это одна сторона медали. Но если посмотреть на другое, это та Голландия, это та Голландия, про которую мы говорим, где на минуточку происходит конкретное развращение детей против их воли, где детей забирают у родителей только потому, что они на уроках сексуального образования мальчику с мальчиком не дают целоваться. Это уже случай есть, он везде, его знают, и не один. Девочки с девочкой, где там всякие презервативы на всякие части тела одевают, то есть прям во время уроков, то есть развращают. Здесь уже идёт не то, что это против твоей воли. Я не знаю, как будет происходить дальше событие, чипирование это или не чипирование, или там научный прогресс, перевод нас на новую, там как была индустриальная революция, сейчас у нас там техническая, медийная революция, которая происходит, вот, есть, либо это действительно какой-то такой приход, но я знаю одно, что если действительно у меня не будет выбора, просто там придут и, как говорится, под дулом пистолета тебе скажут делать, да, и без твоей воли, да, или просто тебя убивают, это одно, но когда у тебя есть выбор, и тебе будут говорить, что там тебя ограничат продажи в обмене, в полётах, во всём, конечно, здесь у нас есть выбор, здесь мы будем либо брать эти благо, либо от них отказываться. Посмотрим, как будут складываться события дальше, я хочу вам всем пожелать здоровья, действительно следите за метным гигиеной, используйте это время, потому что я говорю, что у меня наоборот, я хотела выйти в прямой эфир, просто реально не успевала вчера это сделать, потому что сейчас прям всех как сорвало мне, вот сейчас пока эфир, я три звонка, я забыла поставить на AirMod, на мод самолёта, и у меня где-то три звонка только во время эфира, это люди, которые хотят срочно перевести свой бизнес онлайн, это люди, которые хотят перевести церкви онлайн, то есть мы сейчас запускаем два курса с нашей командой, где будем обучать, как перевести бизнес онлайн, как перевести церкви онлайн, несколько проектов, также продолжаю обучение студентов, и я вижу, как люди сейчас используют реально эффективно это время, там, для заработка в интернете, вот как мой курс там по сотрудничеству с брендами, каждый что-то своё, вчера у меня успешно прошёл урок там с учителем для детей онлайн, кто-то занимается зумбой онлайн, кто-то делает какие-то консультации там с заполнением налоговой декларации онлайн, то есть всё достаточно как бы удобно, хорошо, радует, что много церквей активизировались и начали, пошли в онлайн, так что во всём есть свои плюсы. Карантин, конечно, соблюдать важно, я стараюсь его соблюдать, это даже можно сказать по моим ногтям, поломанным, обломанным, но во всём есть своя польза, потому что не так давно мне прислал один человек, там, гений, вообще один еврей, разработал классную формулу натурального средства для восстановления ногтей, но реально мне помогло восстановить, что ногти, пластина стала там твёрдой, как бы не реклама, просто говорю, что сам путь, что есть хорошие плюсы, не было времени на это, на продолжение, а сейчас, есть хорошая возможность снять ногти, подлечить натуральными какими-то средствами и также, чего вам желаю, провести, как один психолог в своём интервью сказал, ты знаешь, у меня сейчас есть отличная возможность провести время с детьми, узнать, кто в какой класс ходит и кто чем интересуется. Это звучит немножко страшно, но, к сожалению, очень правдиво в наше время, поэтому узнайте, в какой класс ходят ваши дети, узнайте, чем они интересуются, проводите больше времени с ними, прогулки никто не отменял, можно выходить и прогуливаться, можно как-то с пользой проводить это время, кто-то готовит, кто-то перестирывает, кто-то по дому переделывает, все те дела, которые не переделал раньше, поэтому всем здоровья, берегите себя, берегите своё здоровье, будьте мудры, следуйте информацию, которую вы получаете от этого источника, потому что сейчас очень много полезной информации, реально правдиво её закрывают, её обрубают, она «censored» становится, да, по законам даже всех стран, её прикрывают, а те люди, которые спонсированы там фармобизнесом, либо являются, как-то участвуют где-то в лабе, может быть, даже как пешки, то есть на каких-то низких ролях, они пытаются всеми силами там дискредитировать людей, которые что-то хоть делают, доносят правдивую информацию и никак не имеют отношения никакое к системе, просто хотят информировать, поэтому будьте мудры, исследуйте, всё проверяйте, пусть вас Бог благословит, я желаю вам только здоровья, светлости ума, что самое главное, потому что если будет здравый и светлый рассудок, то всё у вас будет хорошо и замечательно. Вот так, если кому-то нужна помощь, совет, может быть, даже как сделать какую-то трансляцию, какую-то программу, не стесняйтесь, пишите в комментариях, я с удовольствием посоветую, и сейчас, кстати, на днях запустится один проект, это не платный курс, я сейчас никакой рекламы не делаю, это бесплатный проект, который будет для того, чтобы поддержать всех людей, буквально через несколько дней вы увидите анонс на моих страницах, я очень рада, что сейчас могу посвятить больше времени этому, чтобы просто быть какой-то помощью, хотя бы маленьким шурупиком в этом Божьем плане, помощи людям, как практической, так и информационной, так и, может быть, кого-то вдохновить и ободрить. Поэтому не бойтесь, не страшитесь, страх – это самое плохое. Я посмотрела тоже эфир одного достаточно здравого доктора с Германии, он сказал, что страх, и вообще он вырабатывает такие гормоны в нашем организме, которые отключают вообще связь с нашей иммунной системой. Поэтому нам ни в коем случае нельзя бояться, нам сейчас наоборот нужен хороший иммунитет и полное бесстрашие в этой ситуации, осознание всего происходящего. Но также, я думаю, что самое крутое служение – это сейчас люди, которые помогают, в футбанках едут, кто-то кровь сдаёт, кто-то в госпитаях волонтёре, кто-то церковь в своё помещение предоставляет, я не знаю, для армии спасения. То есть много на самом деле возможностей даже онлайн. Из-за того, что всё происходит онлайн, я думаю, что можно найти возможность даже открыть такую группу, если у вас есть желание от своего города, даже можно под единым именем, сделаем вам дизайн, запустим группу, будем вместе в любом городе США оказывать людям помощь, давать им информацию практическую, полезную и достоверную, чтобы они не боялись, всё знали, были проинформированы и умели правильно себя вести в этот непростой для всего мира период времени. Всё. Всем вам благословений, всех благ. Увидимся в следующем прямых эфирах. Пожалуйста, я очень прошу вас, если эта информация была полезна, поделитесь со своими друзьями, потому что у меня страница Centered. Мне сказали админы даже Facebook, что она стоит у меня на скрытии. То есть у меня несколько там есть таких и жалоб, которые на меня были из-за видео, которые против, в защиту были семейных ценностей, против движения педофилов и всего такого. Какого из этого страницу поставили на специальные позиции, и она просто не набирает, она не выходит в охват, как она должна выходить. Я это вижу, потому что люди, которые набирают, допустим, такая же реакция на охват, они набирают в 5-10 раз больше реакций на любые их посты. Мне это нужно. Вы видите, этот эфир, это чисто практическая информация, чисто польза вам. И вы мне очень поможете, если нажмёте кнопку share, перепост, поделитесь в любую группу, поделитесь на свою страницу, напишите что-то от себя, напишите какой-то комментарий, также подпишитесь на мой YouTube канал, потому что если только меня заблокируют здесь, тогда я перейду на эфиры через YouTube. Я сейчас эти записи скачиваю и загружаю, но вот на Инстаграме просьба сделать скриншот, попросить тоже прийти на страничку, посмотреть этот эфир. А на YouTube он будет в записи храниться, то есть пока вроде как ситуация с YouTube более нормальная, как я уже говорила в прошлый раз, я изучаю теневые социальные сети, dark media, где нет цензуры, и даст Бог, в скором времени я вам дам этот анализ и какие-то рекомендации, возможно, нам время будет пойти туда. Всё, всем пока, ещё раз и огромное спасибо за поддержку, за все комментарии, все, кто мне присылает, знаете, что я все комментарии стараюсь читать, и личные сообщения, и даже насколько возможно есть сил, я просматриваю ваши ссылки, ваши видео. Не все, конечно, но я стараюсь хотя бы начало посмотреть, может быть, я уже видела иногда, одни и те же присылают, поэтому очень нужна ваша информация с разных регионов, с разных стран, с разных штатов. Достоверная информация, присылайте фотографии, присылайте факты, ссылки, рассказывайте, что у вас происходит, и я думаю, это поможет мне делать эти эфиры более информативными, более полезными, более насыщенными такими практическими фактами с разных точек мира, потому что вы смотрите меня абсолютно отовсюду. Всё, ещё раз вас спасибо, ответьте в директ, да-да-да, вижу, все, кто пишут в директ, постараюсь сейчас сесть, всем ответить, как раз занимаюсь со своими студентами, смотрю сообщений, уже много пришло во время эфира. Всё хорошо, всем пока!